Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей, а именно сегодняшний стрим-поберухи, который только-только закончился. Спасибо моим зрителям за лайки, за подписки, за хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии, за вашу поддержку. Ну что ж, стрим-поберухи сегодняшний под названием «Пощады не будет», комиссия приняла решение. Ну, собственно, кто бы сомневался, естественно, лёльке надо каким-то образом повышать градус и уже, знаете, застращать всех своих хомяков-обожателей, сказав о том, что всё, вот хуже уже просто быть не может. А вы только давайте, давайте, подстёгивайте баблишко, давайте, денюжки, таможня даёт добро. Давайте, всё, что есть у вас, всё, что нажито, так скажем, непосильным трудом. Ну, а лёлька вам там напридумывает, да, напридумывает, как говорится, стрекороба, что же там у неё такого случилось, а приключилось. Вы знаете, начало уже, в принципе, в лёлькином репертуаре, да, она уселась, достала большой бокал, друзья мои, и говорит, «Я буду хлебать из такой огромной чашки». Я, говорит, сегодня ничего не ела, я сегодня, говорит, буду хлебать из такой чашки. Вы знаете, и начала, собственно, хлебать, вот это вот, как будто пить, знаете, её просто никогда не научили, да, вот это я понимаю слово «кушать», «кушать», да, вот я всё время смотрю на своих подопечных, да, им, извините за выражение, уже вроде как под 40 лет, а они всё, знаете, всё кушают и кушают, кушают и кушают, и я всё жду и жду, когда же случится, наконец-таки чудо, когда эти люди уже начнут есть. Ну, вроде взрослые люди, вроде уже, вы знаете, давным-давно вот этот вот перешли, да, порог, так скажем, детского сада, где детки кушают, да, ну, в яслях кушают, в детском саду детки кушают, ты кушай, кушай, да, как мы говорим маленьким детям, да, но когда взрослые люди говорят там в 40, в 50, в 60 лет «я кушаю», да, вот у меня, правда, резонный вопрос, когда вы уже в конце концов есть начнёте, ну, или там, я не знаю, что угодно, да, но уже не кушать. В общем, Лёлька начала хлебать, хлебать, показывать, да, нас с вами злить специально, понятное дело, и сидела, собственно, ребят, сидела вся такая поникшая, вся такая несчастная, и, знаете, с таким страдальческим выражением лица говорит, мне нечем вас порадовать сегодня. В этот момент, ребят, мне захотелось просто заржать в голос. Лёль, а ты знаешь, когда у тебя, собственно, был тот момент, когда тебе захотелось просто выйти на стрим и сказать, блин, сегодня такое классное настроение, блин, сегодня так всё классно, так всё здорово, так замечательно, вы знаете, а у нас такие-то, такие-то новости приятные, да, а у нас такое-то, такое-то, вот всегда хочется выйти к своей, да, аудитории, к своим зрителям, где-то там пообщаться, так скажем, да, ну, поближе, и что-то такое интересное рассказать, хорошее, доброе, светлое, но нет, это не касается Лёльки. Лёлька, если выйдет, то у неё, знаете, все 33 несчастья просто разом свалятся на ваши плечи, да, вот такая, собственно, она сама по себе. И тут же говорит, ну, она же всегда кричит о том, что вот, пока не поставите тысячу лайков, я вам рассказывать правду матку не буду. Ну, тут, друзья мои, вы знаете, не выдержала душа поэта, и она говорит, ну, не хотите ставить тысячу лайков, не ставьте, я всё равно вам всё расскажу. Правильно, Лёлька, молодец. Хошь-не-хошь, а я всё расскажу, а ты давай вошляй деньгу, да. Ну, я прекрасно понимаю, как надо правильно говорить, ну, так уже, как говорится, стебусь по полной программе. В общем, Лёлька сказала, хотите ставьте, хотите не ставьте, но я вам сегодня, да, буквально открою, вскрою ящик Пандор. Ну, и что, начинает Лёлька с самого начала, о чём мы с вами сегодня, что я с вами сегодня уже обсуждала в телеграм, за её вот эти последние новости с телеграм-канала. Она говорит, да, зима, непогода, метель, всё замело, дороги, значит, нечищены и так далее. Ехала поберуха, ехала, 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 друзья мои. И, кстати, когда она ехала со своей вот этой помощницей, да, она же рассказывала о том, что всё хорошо, всё прекрасно, всё замечательно, да, у помощницы там, значит, снега выпало полным-полно, машине не выехать. Ну, а Лёлька смогла, друзья мои, разгребсти вот этот вот, что у неё там, она сказала, двери-то вчера не закрываются, да, не открываются, вернее. Снега во дворе полным-полно, даже двери дома открыть невозможно, но при всём при этом открыть дверь они смогли, сумели, и Лёлька даже поехала за своим юристом. Она говорит, вы знаете, мы ехали-ехали, кстати, когда она снимала в телеге, всё было хорошо, когда она выкладывала туда лепёшки. Но, друзья мои, не тут-то было. Получай, как говорится, фашист гранату. Ехали-ехали и приехали. Лёлька попала в аварию. Если кто-то сейчас скажет, как, ещё раз, опять, 25, да, снова, друзья мои, не опять, а снова попала в аварию. Знаете, мне эта ситуация чем-то напоминает без конца ломающийся Лёлькин котёл, который, собственно, вот я говорю, замечательный котёл. У нас эта же фирма, прекрасная, достаточно дорогие котлы, и как бы работают очень хорошо. Ту-ту-тфу, да, вчера уже плевала, но в любом случае. Короче, Лёлька ехала, 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 и тут, вы знаете, вот, прям вот откуда ни возьмись, появилась газель. И Лёльку, Лёльке протаранило просто крыло, повредило крыло. Лёлька говорит, ну, как бы, я не виновата. Да и, собственно, газелист тоже не виноват. Да, газель не виноват. Никто не виноват. Ну, в общем, я так понимаю, что в ближайшее время будут собирать опять на что-нибудь. Да, у неё там есть каска, но она опять скажет, что у меня франшиза на столько-то, столько-то. А это, значит, то-то, то-то. Я вам уже всем всё это объясняла, да? Ну, посмотрим. Время нам покажет. Ну, и, собственно, ребята, вот, честно, я уже просто не могу. Представляете? То есть даже здесь, здесь она говорит о том, что вот я попала в аварию, да, вот такое ДТП произошло и так далее и тому подобное. Авария, понятное дело, как говорится, ничего хорошего в этом нет. Знаете, на дороге, как, не крути, не ты так в тебя, это даже, даже ничего от тебя порой не зависит, да? Вот, пожалуйста, допустим, я ехала, я еду, да, я соблюдаю правила дорожного движения, едет какой-то чувак, и там, где знак, допустим, поворот только исключительно направо, он вместо того, чтобы ехать направо, это вот моя, допустим, ситуация, да, одна из последних, он просто едет прямо, дебил, и въезжает мне в боковину, и вот просто трындец по полной программе. Ну, вот так, зашибись, да? Вот ты ехал, ты никому не мешал, ну, и, собственно, приехали. Бывает абсолютно всякое. Кто уж там был прав, кто там был виноват, я разбираться не буду. Меня на месте дорожно-транспортного происшествия не было, у Лельки я имею в виду, и, собственно, да было ли оно вообще, да? Ну, то, что Лелька у нас любит и погонять, и нарушает, и туда, и сюда, да, по сути-то, по большому счету, имея, ну, не такой уж и большой опыт вождения, да? Но, опять же, кто-то скажет, вот, я там езжу 30 лет. Знаете, ездить тоже можно по-разному, да? Можно ездить 5 километров в день 50 лет подряд, да? А можно ездить 300 километров в день, допустим, 5 лет, и, как бы, тут уже опыта будет все-таки больше, да? Потому что 300 километров в день и 5 километров в день – это две большие разницы. Ну, в общем, ребят, не знаю, за что купила, как говорится, за то и продаю, понятия не имею, была ли это там, было ли это ДТП, была ли это авария, да? Кто там прав, кто виноват, опять же, да? Раз Лёлька так сказала, ну, как бы, и он вроде как не виноват, и я не виновата. Ну, Лёлька-то у нас вообще никогда не виновата, да? Лёлька всегда права, это мы, собственно, знаем. Самое интересное, что собирает она уже на юриста 20 тысяч, да? И сказала, кстати, что теперь, в ближайшее время, она будет собирать донаты исключительно на юриста. На экспертизу денежки собрали, экспертизу уже предоставили, штраф ей в любом случае будет, по крайней мере, так она озвучила, что будет. Не, ну, то, что ей будет штраф, это 100%, да? Тут никто никаких, знаете, предписаний выносить не будет, штраф ей в любом случае будет, как ни крути. Ну, понятно, конечно же, не такой штраф, о котором она говорила, там, миллион, там, или 10 миллионов, или там, 30 миллионов, такого, конечно, у неё штрафа не будет. Это она уже пыталась, так скажем, да, ввести в заблуждение и запугать своих хомяков, которые за неё, конечно же, очень сильно переживают. Сказала одна более-менее относительно нормальная новость, это то, что заседание принесли. Ну, а ей ещё там пишут в чате, ей писали, а что, если вот они делать рекламу? Ну, Лёлька начинает объяснять, что это уже не за ту рекламу, которая будет, да, которая вот, а это за ту рекламу, которая уже у неё была, с нарушением закона о рекламе. Но, опять же, хомяки не понимают, что Лёлька не откажется от рекламы. Вот мы с вами говорим, говорим, да, я озвучиваю каждый божий раз, что реклама у неё стоит от 25 тысяч, от 30 и какая-то даже реклама и выше. Но даже если от 25-30 тысяч рублей за одну рекламу, то это очень большие деньги. Это большие деньги, да. Если даже три рекламы еженедельно, то вы меня извините, это тоже большие деньги. Это большие деньги, да. 300 тысяч в месяц за четыре недели. Ну, это я так, образно, да, ещё вот примерно так скажем. Я же не знаю, сколько у неё там этих реклам. Но это большие деньги. Конечно, Лёлька от реклам не откажется. Ну, вот самое интересное, ребят, Лёлька чехвостит нас. Хейтери виноваты, да, как она сказала. Хейтеры во всём виноваты. Вот нас встретила комиссия, да, которая сказала о том, что, вы знаете, а у нас десятки заявлений пришли на вас, на ваши вот эти вот, значит, нарушения, да, нарушения закона. Она говорит, я же говорила, 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 что так оно и будет. И никакая, типа, многодетность мне не поможет и так далее. Начинает рассказывать о том, что нарушали многие. Ну, как всегда, да. Она говорит, и Уфас рассматривает только-только-только по заявлениям, да, вот эти плохие новости, значит, что ей сообщили, что вот эти вот все, значит, заявления вот эти абсолютно все от хейтеров. Да, прям так и сказали, все от хейтеров, да, они же знают, кто хейтеры, кто не хейтеры. Ну, и, в общем, пожаловались на Лёльку. На что пожаловались Лёлька, типа, пока ещё не знает и так далее и тому подобное. Ну, собственно, всё понятно. Ей сейчас надо держать и гнуть вот эту вот линию. Виноваты хейтеры. И тут у хомяков, у Лёлькиных обожателей срабатывает вот этот рефлекс. Бедную несчастную, многодетную мать, которая бьётся, как рыба об лёд. Вот эти сволочи хейтеры просто решили довести уже буквально до цугунь. Но ведь это не так, ребята. Это абсолютно не так. Нет, то, что на неё заявили, да, опять же, опять же, некие люди, это понятно. Ну, кто виноват в том, что она не соблюдала определённые, да, так скажем, законы и так далее. О том, что она нарушала закон, кто в этом виноват. Но это же не хейтеры делали, правильно? Это всё делала Лёля. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Есть такой момент. Есть такой момент. И все это прекрасно знают у нас, Луку, это абсолютно у каждого. И что самое интересное, вот почему-то до хомяков, вы знаете, вот я каждый день об этом говорю, в надежде на то, что до них дойдёт. Нет, я верю, что всё-таки до кого-то дойдёт, да, ну, а до самых таких вот, знаете, сам открою, как говорится, я сам открою, да, до них никогда не дойдёт. Так вот, до хомяков почему-то не доходит. Что, знаете, получается-то очень интересно. Лёлька-то на рекламе бабки заколачивала. Не то, что зарабатывала, а конкретно прям так заколачивала очень хорошие деньги. Даже если представить, что ежемесячно на рекламе ей за рекламу платили 300 тысяч рублей, вы меня извините, это очень даже хороший день, да. Даже если представить, что денежки за рекламу она каждый месяц откладывала в свой, так скажем, куда-нибудь кошелёк, там, чулок под подушку, на счёт, да, собственно, куда угодно, да. 300 тысяч рублей, вот и посчитайте, пожалуйста. Даже, ну, берём 12 месяцев, да, 10 месяцев, это у нас получается 3000, ой, 3003 миллиона, ну и, собственно, 12 месяцев 3 миллиона 600. Это очень хорошая сумма денег. Это очень неплохие вполне себе даже деньги. Потому что, ну, почему я сказала, что эти деньги можно отложить, ну, потому что все всё прекрасно понимают, да, у неё есть хозяйство, это всегда мясо, это всегда молочная продукция, это всегда яйца, это всегда всё на свете, да, плюсом она эту продукцию продаёт, то есть за вырученные деньги она всегда может купить там какую-то бакалею, то, что она там не производит овощи, фрукты туда-сюда, вовсюда, там, какие-то там ещё моменты, да, то, что ей нужно. Всякие васильки, там, тики-тыксы, и всё на свете, там, присылают одежду, обувь, постельные, там, всевозможные принадлежности для дома и так далее, да. Плюсом миллионное, там, огромное количество рекламы тоже приходит, ей же, помимо того, что ей деньги дают за рекламу, ей же ещё и дают товар, товар на рекламу, в качестве рекламы, то есть как бы это тоже большое достаточно подспорье, да, плюс она получает детские, она получает от государства, она получает там льготы, пособия всевозможные, туда-сюда. Сюда она получает количество, большое количество донатов, не стоит и об этом, между прочим, забывать. Плюсом ко всему, она ещё получает зарплату с Ютуба, зарплату с Дзена, и она ещё получает деньги за рекламу в Телеграм-канале. Ребята, это бешеные деньги. Вот это всё, если суммировать, это на самом деле бешеные деньги. Но она пытается предстать перед хомяками собственными, да, показать, что я вот, я к вам пришла буквально, знаете, без порток, но в шляпе, да. Вообще без всего, без трусов, голая, босая, без подштанников, абсолютно без всего, да. Вот последний хрен без соли мы семейством доедаем, да, вот, ну, не стыдно ей об этом говорить. Мы вчера по горячим следам с вами эти моменты озвучивали, да, всё это на свете. И позавчера озвучивали, когда она говорила о том, что, ну, вот, нет денег, нет денег, а те 30 тысяч, которые я взяла на экспертизу, это я взяла с продуктов, да, те, что, деньги, которые, на которые я должна кормить своих детей. А теперь, ну-ка, давайте-ка быстро мне всё это дело компенсировать. Понятное дело, она никогда не откажется. Но самое ужасное, я говорю, что до хомяков не доходит, что она на рекламе деньги зашибала огромные. То есть, денежки она берёт, а когда она нарушила, и надо платить штрафы, опять же, да, она говорит, давайте, компенсируйте мне, как интересно. То есть, она вообще нисколько, ни на копейку не должна, конечно же, попасть даже ни на копеечку денег. Ну, в общем, сказала о том, что всё плохо, всё ужасно, будет, конечно, держать в курсе всех событий. Ребята, я нисколько не сомневаюсь, что потом после юриста, да, она сказала, сейчас всё собираем на юриста, потому что в эти организации туда-сюда, в эти, значит, конторы, я даже без юриста никуда там не сунусь и так далее. Ну, она соврёт недорого, возьмёт, мы все это всё прекрасно понимаем. Ей это всё на руку, опять же, в преддверии Нового года, подарочки, золотишко, себе какие-то там моменты и так далее, порадовать себя любимую в салонах туда-сюда, плюс с каким-нибудь альфонсом где-нибудь позажигать, да, опять же, я и не удивлюсь, если она поедет куда-нибудь на отдых, даже пусть на неделю или на несколько дней. Ну, и, собственно, что? Потом, может быть, будет даже донат, опять же, на какой-нибудь, да, вот срочно-срочно, вот там у меня вот это вот ДТП, вот надо делать, вот каска опять не всё покрывает, вот у меня там франшиза вот туда-сюда. Ну, в общем, ребят, всё по накатанной, всё как всегда, всё как обычно, ничего нового. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока, ну и, конечно же, мои хорошие, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok